Продолжение следует... 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 Болезни достигает чудеса тех же самых 40%, которые были и в 90-е годы прошлого века, и в 40-е и 50-е. Повторное вмешательство при этом требуется от 20 до 40% пациентов, такому количеству пациентов. Это как раз то, о чем я говорил на своем первом осмысленном слайде, там не про конфликт интересов когда было. Совсем свежие данные, я решил, ну надо же подготовиться, дай-ка я посмотрю, что свеженькое есть. Вот свежая работа. Пятилетние результаты, 2018 год, значит исследование стартовало в 2013 году, 34% после комбинированной флебоктомии. Ничего не меняется. 21% после радиочастотной имени флебоктомии. Вроде лучше, чем комбинированная флебоктомия, но тем не менее речь не идет о 5% или там даже 10%. Это снижение, которое в принципе, посмотрим там допустим, что будет через 10 лет. Итак, хирургия хронических заболеваний вен сотни лет применяется, а частота рецидива остается постоянной вне зависимости от того, какой год у нас, собственно говоря, на дворе, какой метод используется и более того, если же говорить откровенно, давайте говорить откровенно, Виктор Евгеньевич. Зависит частота рецидива от оператора? В большой степени зависит ли частота рецидива от оператора? Прямо вот в критической степени? Но в критической степени? Или все-таки если операторы более-менее... Ну то есть от плохого оператора зависит, а вот уже средний уровень и выше, вот там уже большой разницы, я думаю, не будет. Мне кажется, в последнее время настолько широкое сообщество, которое имеет одно информационное поле, то вот это очень положительно влияет на качество хирургии. Да, то есть с 50% рецидивов мы, наконец, снизили до 40%. Да, достижение. Хорошо? Хорошо. Спасибо, Виктор Евгеньевич, за комментарии. Какой вывод? Вывод из этого достаточно простой напрашивается. Хирургия лечит явно совершенно что-то не то, раз она во все годы, с любым методом и во всех руках дает одни и те же результаты. То есть очевидно, мы не вмешиваемся не то, что в какой-то там патогенез глобальной хирургии, а мы в лучшем случае некий симптом убираем, некое проявление заболевания. Почему вообще мы говорим о хирургии, почему в рекомендациях и фрутинной практике мы вот только вот куда ни заглянив, все обсуждают одну хирургию. Я лазер туда засунул, я радиочастотный катетер отсюда вытащил и получил какие-то там супер-пупер результаты. Считается, что в сравнении с консервативным хирургическое лечение позволяет более эффективно облегчить субъективную симптоматику, улучшить внешний вид и гораздо заметнее улучшает качество жизни. Так ли это на самом деле? Ну, возьмем вот такое исследование, опубликованное в 2006 году. Консервативное лечение через год и хирургическое лечение через год. Сохранилось боль у 82% больных и пасхирургическое лечение у 69% больных. Тяжесть 57-48, ощущение отечества 40-28, более того, недовольство внешним видом после консервативного лечения ровно те же самые результаты. Понятно, что можно прочитать исследование, разобрать его на корочке, я сам могу это сделать и, в общем-то, раскритиковать. Но, тем не менее, это некие данные, которые говорят, что хирургия, в общем-то, как-то прям выиграла, но не слишком. Симптоматика сохраняется, внешний вид, в общем-то, тоже далеко не всегда хирургия улучшает. Другое исследование, вернее, то же самое исследование, качество жизни, физическое функционирование. Выросло после хирургического лечения с 80 до 3, а после консервативного уменьшилось с 84 до 81. Ну, глобальные разницы я, честно говоря, вот в этих цифрах не очень замечаю. То есть в этом, в общем-то, нет. Качество жизни остается тем же самым. О чём мы должны знать, когда мы обсуждаем клинические рекомендации и когда мы смотрим свою рутинную практику? Понятно, что полагаться на хирургию – это, по меньшей мере, самонадеянно. Совершенно очевидно, это недостаточно эффективно. И более того, если мы будем всем говорить, что мы хирурги, полагаемся только на хирургию, и этого нам достаточно для решения всех стоящих перед нами задач, мы, собственно говоря, от нас разбегутся пациенты, которые будут понимать, что в реальной жизни доктор говорит одно, а они-то видят и чувствуют совершенно другое. В рекомендациях хирургия имеет высокий уровень доказательности, а в рутинной практике, как показывают данные исследования, она не оправдывает и половины выданных ей авансов. Все эти 1А из клинических рекомендаций, основанные на куче рандомизированных исследований, разбиваются очень легко, а 50% рецидивов через 5 лет. К чему нужен уровень 1А, если пациент обратно возвращается каждый второй на сроке в 5 лет? Что еще должен знать хирург в реальной жизни, когда он занимается этими больными в рутинной практике? Нельзя относиться к компрессии, к фармакотерапии, как к некой панацеи. Нельзя говорить, что эти методы тоже могут решить проблему. Это также самонадеянно, это также недостаточно эффективно. И, естественно, пациенты, те, которые хотят удалить вены, а таких много, не всех мы прямо уговариваем, давайте приходите, удаляйте, а многие сами приходят и говорят, давайте удаляйте. И они, естественно, сбегут от того, кто будет заниматься только компрессией и фармакотерапией. Ну и понятно, что если к этому относиться, вот там послушать сегодня нас с Виктором Евгеньевичем, Виктор Евгеньевич про компрессию что-то расскажет, да? Я про фармакотерапию расскажу. Ну и давайте, вот раз уважаемые или не очень люди сказали, что надо делать, давайте это делать, ну как бы так, не задумываясь над тем, что мы делаем. И опять же, это будет точно так же, да? Эффект будет недостаточно тот, который нам нужен. Что должен знать хирург о фармакотерапии? В общем, достаточно простые вещи, что есть показания, и что препараты имеют определенные возможности. На что-то они способны, на что-то они нет. Показания, как бы я ни ругал российские клинические рекомендации, но будучи одним из их авторов, я знаю прекрасные достоинства, ну естественно недостатки этого документа, но в числе достоинств я бы назвал очень точно сформулированные показания к фармакотерапии. Очень точно. Прям вот кому надо. Здесь все написано. Да, вот есть там определенная категория пациентов, которым это нужно. Они сформулированы корректно, и они отражают реальную жизнь. Они взяты не только из исследований. Вот эти самые группы пациентов, которым нужна фармакотерапия, они точно определяют группу пациентов, которым она нужна, и это в том числе основано на нашей самой рутинной практике. Если вы пролистаете этот документ, который, между прочим, с сайта журнала флебологии в сентябре были вывешены эти рекомендации, и их скачали уже, чтобы не соврать, больше трех тысяч раз, по-моему, то есть очевидно, что они нужны. Если вы их пролистаете или просмотрите на экране своего планшета, например, то вы обнаружите, что фармакотерапия там очень подробно расписана. И мы первые в мире стали выполнять эту работу, когда мы писали рекомендации, мы первые поняли и решили, что, конечно, симптоматика, что препараты должны быть проанализированы в зависимости от того, от чего они, собственно говоря, помогают. Ну, там, допустим, глупо пить таблетку от головной боли, если у тебя, я не знаю, что болит, какая часть болит организмом. Любая другая часть организма, добавляет Виктор Евгеньевич, и он прав. Потому что каждый препарат, конечно же, имеет свои ограничения. Если препарат был изучен в отношении одного симптома, он может помогать, естественно, в отношении другого симптома. Но не факт, что это будет, и многие замечают это в своей практике. Рекомендации подчеркивают, что эффективность применения венактивных препаратов с целью ликвидации субъективной симптоматики очень отличается. И если говорить о рутинной практике, хороший специалист будет подбирать для определенной ситуации подходящий инструмент или аргумент, что он будет говорить больному, что он будет назначать больному. Рекомендации разделили, были разделены с помощью системы, мы не использовали в этом документе систему ГРЭЙТ, мы использовали систему, которую используют сосудистые хирурги и кардиологи, европейские сосудистые хирурги и кардиологи, где есть сила рекомендации 1, 2, 3 и есть 2А, 2Б, когда 2А маленькая, 2Б маленькая. Ну и есть уровни доказательств А, Б и С. Нужно понимать, что рекомендация – это не застывшая некая, скажем, структура, по мере накопления данных уровень рекомендаций для определенного симптома и препарата или для определенной клинической ситуации и другого метода лечения может поменяться на другой. Что говорят рекомендации? Уменьшить венозную боль позволяют диасмин, микронизированная чечная фланодная фракция, кальция, дебезилат, рутазиды, экстракты и глицей. Уровни рекомендации указаны в рекомендациях, указаны в этой табличке соответственно. Один из примеров того, как действует диасмин – это исследование, которое было проведено на ФЛИБОД-600, 1420-го пациента с венозными жалобами и по визуально-аналоговой шкале боль уменьшилась на 54% за один месяц приема. Это исследование французских коллег. Тяжесть в ногах помогает рутазиды, диасмин, микронизированная чечная фланодная фракция, экстракты и глицей. В рекомендации указаны в табличке. Ощущение отечности помогает диасмин, дебезилат, кальция, экстракты и глицей, микронизированная чечная фланодная фракция, рутазиды. Указаны в табличке уровень рекомендаций для каждого отдельно препарата. То есть были проанализированы данные, известные на тот момент. Судороги. Диасмин, микронизированная чечная фланодная фракция, экстракты и глицей, кальция, дебезилат. Они позволяют с этим симптомом бороться. Для каждого из препаратов тоже указаны рекомендации. Самая высокая, кстати, дебезилата, кальция. Я не буду сегодня на нем подробно останавливаться. Например, мое глубокое убеждение, что этот препарат вообще можно вычеркивать из категории флебоактивных препаратов, потому что он помогает ровным счетом, на мой взгляд, от неврологической симптоматики, которая очень похожа на венозную. Тяжесть, отечность, судороги. По диасмину, по флебоиде-600 из этого же исследования вы видите долю пациентов с наличием симптома до начала лечения и с наличием симптома после начала лечения. Вот эти маленькие, большие фиолетовые столбики и маленькие, неопределенного цвета, не смогу сформулировать название. Виктор Евгеньевич может помочь. Какой этот цвет? Виктор Евгеньевич не может помочь. Никто не может помочь. Цвет неопределенный. Будем потом разбираться. На сессии вопросов и ответов. Синдром беспокойных ног. Добезилот кальция. Синдром беспокойных ног вообще считается неврологическим симптомом традиционно. Вот вам, собственно говоря, почему я к добезилот кальции отношусь достаточно скептически. Парастезии. Микронизированная очищенная фоноидная фракция, рутозит, диасмин, добезилот кальция, экстракт иглицы. Уровень доказательности. Зуд. Ни один флеботоник не показал, что он может убрать зуд. То есть нет данных о том, что такое возможно. Оправдан ли такой не очень, на внешний взгляд, логичный подход? Казалось бы, ну зачем разделять симптомы? Вот есть же венозная симптоматика. Приходит пациент и говорит, вот у меня вены и у меня жалобы. Что мы будем разбираться там? Что у него за жалоба? Боль или тяжесть, или у него отечность, или все вместе. Во-первых, это логично. Опять же, таблетка от головы не помогает от других частей тела, если вдруг они болят. Во-вторых, он подтверждается данными исследований, потому что некоторые препараты действительно не сумели продемонстрировать свою эффективность в отношении изучаемого симптома. Ну и во-вторых, может быть, не для фармакотерапии и хронических заболеваний вен, но этот реально подход распространен в рутинной практике. Мы, когда к нам приходит пациент, и мы пытаемся разобраться в его клинической картине, мы вычленяем некий симптом или синдром, и назначая или болезнь, или две болезни, и под каждое мы подбираем очень часто необходимый метод лечения. Хирургические это метод лечения или терапевтические это метод лечения, неважно. Ну и в-четвертых, вот очень любопытные данные, вот из всех венозных жалоб, которые, в общем-то, возникают у пациентов с хроническим заболеванием вен достаточно часто. Вот в эпидемиологическом исследовании мы показали, что среди хронических венозных пациентов, пациентов с хроническими заболеваниями вен, у них у 53% есть венозная симптоматика, венозные жалобы. Самой частой жалобой оказались тяжесть, утомляемость, ощущение отечности, а одной из нечастых жалоб оказалась венозная боль. И вот эта находка потянула за собой дальнейшее изучение этого вопроса. Мы, например, посмотрели, а что раньше находили по венозной боли, обнаружили, что частота венозной симптоматики достигала 80% некоторых исследований, а у нас 15%. Каким образом это можно объяснить? Различие, ну, если только не объяснять тем, что у кого-то там руки растут не из головного места, а из какого-то другого, и он там не смог, например, поставить венозную боль правильно у многих пациентов. Мы всё-таки решили проанализировать более детально и обнаружили очень интересные вещи. Например, наиболее часто венозную боль находили у тех, кто приходил к врачу по любой причине. Не у тех, кого мы отловили на улице и сказали, а беспокоит ли вас что-нибудь просто обычного человека, а у тех, кого уже исходно что-то беспокоило, ведь иначе бы он к доктору не пошёл. А как только это была некая случайная выборка, то частота боли уже начинала снижаться. Вот это вот стратифицированная по возрасту случайная выборка. Влияло, кто проводил исследования. Если это врачи общей практики, то тут же цифры взлетали до заоблачных небес. Если это были флебологи или сосудистые специалисты, подготовленные на интервью, то они снижались. Частота венозной боли уменьшалась. Например, в нашем исследовании опять же 15% у нас это всё были флебологи. Может быть различное восприятие боли. Понятно, что жители из различных культур, имеющие разное этническое происхождение, и мужчины, и женщины могут иметь различное восприятие боли. Боль может определяться в одном языке так, а в другом языке по-разному. Например, определение боли на английском языке. Венозная боль – это обычно диффузное что-то такое в нижней ноге. Другое определение из консенсуса по венозным симптомам у больных с цинольцей 1 – тяжёлые ноги от умеренной до тяжёлой интенсивности. И Оксфордское определение – это третья строчка, третий пункт – высоконеприятные физические ощущения, вызванное чем-то. Высоконеприятные физические ощущения. Я посмотрел, как выглядит определение боли в Википедии, и как выглядит определение боли в Википедии английской, в Википедии русской. И попросил знакомого мне американца, который знает русский язык, перевести русское определение обратно на английский. Обнаружил, что оно не совпадает с тем, что даётся в словарях или в консенсусах. Если в английском языке это расстраивающее ощущение или неприятное эмоциональное или сенсорное переживание, то будучи переведённым определением боли с русского на английский, носителем языка невыносимое, страдающее, что совершенно другой уровень восприятия боли. То есть для носителя русского языка боль должна иметь гораздо более тяжёлые оттенки для того, чтобы человек сказал, что его беспокоит боль. Другой интересный находка. У кого высший риск появления боли? Оказалось, что высший риск у женщин, чем старше пациент, тем выше у него риск развития венозной боли. У тех, кто регулярно работает, а потому работа, она вредна для человека, надо чаще отдыхать. Особенно тяжёлый физический труд уреден. Ну и рефлюкс большой или малоподкожной вени. Вот факторы риска венозной боли. Похожие факторы риска были, в общем-то, я не буду здесь подробно разбирать, но схожие факторы риска например, женский пол, он практически вот через все проходят данные. Поэтому вот когда Некрасов писал, что коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт, речь не шла о восприятии боли. То есть женщины всё-таки у них выше риск развития венозной боли, при этом, чем у мужчин. Ну и самое интересное ожидало нас, когда мы проанализировали вот эту всю картинку вместе. Мы взяли все симптомы и разложили, где какие факторы риска. И построили, так называется, диаграмма вена, где есть пересечение, где нет. Смотрите, женский пол для любого симптома факта риска. Там работа для тяжести и утомляемости, для ощущения отечества для венозной боли. Но самое интересное, только для венозной боли фактором риска является рефлюкс. Только для венозной боли. Для тяжести и утомляемости, только для тяжести и утомляемости является фактором риска семейная история хронических заболеваний вен. Только для ощущения отечности фактором риска является длительный рабочий ортостаз. Симптомы вроде все одинаковые, вроде симптомокомплекс один и тот же, а ситуации, в которых эти симптомы могут появляться, оказывается, различные или увеличивается риск развития венозной симптоматики. Но еще раз возвращаюсь к хирургии. Если фактор риска венозной боли, рефлюкс и больше никакого другого симптома, мы выполняем операцию, и что мы ждем, что боль пройдет? У кого-то пройдет, но у многих она должна по определению остаться, потому что, вернее, другие симптомы должны остаться, боль уйдет, а тяжесть и утомляемость остается. Это вам рассказывают пациенты, доктор, все хорошо, мне все нравится, у меня на ноге все отлично, но у меня все равно нога стала тяжелая. И мы думаем про себя, что, наверное, мы что-нибудь потянули не за то, все-таки хирургическая травма была, а это объясняется достаточно просто. Мы рефлюкс убрали, важный для венозной боли, но не важный для тяжести и утомляемости. Еще минус хирургии. Если мы посмотрим больных с первым клиническим классом, посмотрите, какая у них частота развития субъективной симптоматики. Она, в принципе, вполне сопоставима с частотой развития субъективной симптоматики у пациентов с варикозной болезнью. А как мы хирургически можем помочь больными с первым клиническим классом? Да никак. Ни лазером, ни радиочастотной, ни флебоктомией, ни склеротерапией, ничем. Итак, что должен знать хирург о венозных жалобах? Скорее всего, механизм венозных жалоб различен. И механизм, и, возможно, причина, которые лежат в основе. В чем-то они могут быть схожи, но совершенно очевидно, что они отличаются. Рефлюкс не является фактором риска развития большинства венозных жалоб, за исключением боли. Поэтому, удаляя вены, можно совершенно спокойно не ждать, что это разрешит ситуацию с жалобами у большинства пациентов. И флеботропные препараты имеют различный механизм действия. И это объясняет, наверное, почему они влияют на различные симптомы. То есть тогда вся картинка укладывается, в общем-то становится достаточно логично. Почему один препарат может подействовать, другой – нет. Оправдан ли такой подход к фармакотерапии хронических заболеваний венозных, симптом направленный, когда мы его обсуждаем? По крайней мере, такой подход, симптом направленный, он не лишен логики. За это нам говорят данные исследований, препараты помогают при различных симптомах. За это нам говорят данные исследований, которые показывают, что венозные симптомы, скорее всего, имеют различное происхождение. Поэтому это, конечно, очень такой интересный момент, который нужно, конечно, обсуждать. Что еще нужно знать о фармакотерапии? Отдельно указано в наших рекомендациях, что нельзя экстраполировать эффективность одного препарата на другие препараты, потому что регистрацию нам дают не на основании данных о клинической эффективности этих препаратов. Если мы посмотрим в федеральный закон 2015 года об обращении лекарственных средств, у нас сейчас введено понятие референтного лекарственного препарата, то есть тот, который впервые зарегистрирован и прошел через доклинические и клинические исследования препаратов, а потом появляется, и он в дальнейшем используется как базовый препарат для оценки, а потом появляется воспроизведенный препарат, который имеет такой же качественный состав и количественный состав, вроде бы, как и референтный. И его биоэквивалентность или терапевтическая эквивалентность должна быть подтверждена соответствующими исследованиями. Но кто когда-нибудь слышал о том, чтобы было проведено какое-нибудь исследование, такое глобальное, качественное, по дженериковому препарату? Ну, биоэквивалентность проверяют. То есть там в лаборатории ученые кубочками потрясли и дали нам, что это вот то же самое, вроде как и референтный препарат. А терапевтических исследований никто не проводил. По диасминам референтный препарат, это на сайте Государства Ревеста лекарственных средств, вы можете все проверить, хлебодия, очищенная микронизированная фуаноидная фракция, референтный препарат, это детролекс. Все остальные препараты – это воспроизведенные препараты, которые не прошли через доказательства клинической эффективности, того уровня, который требуется для нашей оценки. Вот пример, допустим, смотрите, заходите на сайт аптеки.ру, забиваете диасмин, и это уже старое, тут уже не 28, тут 33. И он вам дает огромное количество вариантов. Вот это референтный препарат, а вот это кто все изучал, что это такое, как оно действует и каким образом это может работать. Флебодия-600 – это флавоноид, препарат, который является референтным для всех диасминов. Так, у меня, наверное, скрыта была часть презентации. Да-да-да-да-да, жалко очень. Не успею, не смею открыть, наверное. Ну ладно, я прокомментирую. Просто это было к разговору о флавоноидах. Что такое флавоноиды? То есть, собственно говоря, вот этот слайд, я бы здесь подчеркнул вот это прежде всего, флавоноид. Флавоноиды – это очень любопытные вещества. Кто-нибудь из вас был в Таиланде? Были? Вьетнам, Таиланд, какая-нибудь азиатская страна. Вы можете на взгляд быстро определить возраст женщины, которая едет с вами в московском метро? Ну, достаточно легко. А азиатской женщины? Очень тяжело. И одной из причин этого считают то, что Юго-Восточная Азия, острова Тихого океана – это диета, богатая флавоноидами. Это препараты, это не препараты, это вещества, которые играют огромную роль в поддержании очень хорошего состояния человеческого организма. Там всякие манго, фрукты, апельсины – это флавоноиды, биофлавоноиды. Это, в общем-то, для многих основа долголетия. Что будет, если вы не станете назначать флеботоник? Если вы вдруг заводите себе таким вопросом, ничего страшного с вами не произойдет. Вы просто, если вы занимаетесь хирургией, будете заниматься хирургией. Если будете лазером, то станете джедаем. Если будете радиочастотно увлекаться, превратитесь в туриста, который кипятит чай, по ходу этим кипятильником, каким-нибудь походным себе чаем, или что-нибудь такое и так далее. Если вы будете использовать весь арсенал, мы говорим здесь, вот я говорю про фармак, терапию, у нас еще будет компрессия, а у нас еще есть масса других интересных способов, банальной коррекции образа жизни, то вы подниметесь на уровень выше, и можете стать лебологом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...